Продолжение следует... ...древней русской истории, на которые раньше просто как бы не принято было обращать внимание, либо оно как-то мимо проходило. Да, но кто-то и обращает серьезно профессиональных историков. Скорее всего, есть такие... Ну, конечно, профессиональные историки наверняка. Да, но вот я даже могу сказать, что несмотря на то, что очень многое к чему так соприкасался с древней русской историей, я никогда не обращал внимания на некоторые такие вот самые-самые такие серьезные моменты, которые... Ну, они как бы с точки зрения нынешней и незначительны. Получается, что мы не оцениваем той глубины влиятельности, которая в те времена имела епископство, в те времена имела церковное окружение. И, ну, так как сейчас не видно этого в нынешнее время, то мы думаем, что всегда так было. А на самом деле в те времена, вот на заре российской государственности, это было совершенно по-другому. Пару слов, можно я сейчас скажу? Мы решили сегодня не продолжать датировочную нашу векцию, а сделать несколько обобщающих таких слов по пройденной вверху. Небольшую, кратенькую, небольшую такую вверху. Но я как бы хотел сделать несколько тезисов, которые, я думаю, что мы можем сделать определенные такие выводы по итогам наших нескольких бесед. Ну, первейший тезис, то, что принятие христианства было отнюдь не случайным. Это было желанием вхождения в византийский мир. Вот, и выбор между исламом, иудаизмом и христианством был очень осознанным. Причем он был сделан отнюдь не сердцем, а это был политический выбор. Возможно, он был определен уже историческим течением событий, а возможно и лично княжеским таким избранием, то, что ему больше понравилось для создания российской государственности. Тем более, что Вольга к этому поспособствовала, приложив определенное воспитание, осознание необходимости такого выбора. Кроме того, в это время как раз и эпоха такая, вот знаете, рубеж своеобразный, не только в российской истории, но и в истории других государств, которым была необходима идеология. Идеология для определения своего самосознания. И вот нужно было выбрать. Языческая древняя идеология уже не подходила, а христианская новая идеология была удобна. И я хотел бы прикоснуться к таким моментам, почему она была удобна. Первое и самое главное ее удобство заключалось в так называемом божественном праве. Что такое божественное право? Это право наследования имущества и власти, в основном власти. Ну, где власть, там и имущество, естественно. И поэтому это божественное право, оно именно очень удобно коренится в Священном Писании в Библии, коренится в законодательстве Юстиниана, которое ознаменовало определенное такое, знаете, как бы божественное право в Византийской империи, передача власти в императорских, передача императорской власти. Ну, а у нас это очень так плавно привело к трансформации лествочного права языческого, о котором мы много раз говорили и привело к тому, что мы уже упоминали Владимира Суздали уже во времена Андрея Боголюбского, попытки формирования политического, северного политического центра в Руси. Второй момент. Чем удобно христианство? Почему избирает его князь Владимир? Причина такая, что мы увидели с вами, что это мощнейший идеологический рычаг, которым возможно воздействовать на еще, как говорится, неокрепшие, еще очень свободолюбивые, такие республиканско-вечевые отношения, которые были в Древней Руси, можно воздействовать и укрепить центральную ветвь власти. То есть такой стержень, укрепить вертикаль, как сейчас любят говорить, вертикаль, вертикаль власти. Очень удобно, потому что сама идеология христианская предполагает не кучу языческих божеств, которые тянет каждый в свою сторону, а чисто вот один бог, который как бы даже не зря на иконах рисуется в виде царя часто, хотя в своей земной жизни он не имел даже где голову преклонить, но его рисуют в архиерейских царских облачениях. Это для того, чтобы показать, что цари архиереи, они вот прям вот из рук Христа питаются крекерами, не просто сами по себе, а вот они вот от него тут и пищу приемлют. Ну, третий момент, конечно, положительный, я считаю его глубоко положительным. Это важность заключается его в том, что просвещение. Это, я думаю, необходимо было, и князья это очень хорошо осознавали и понимали. Это просвещение молодежи, просвещение народа, приобретение науки и знаний, которые были очень необходимы на тот момент новонарождающемуся государству. То есть государственности, такой вот крупной российской государственности. Письменность. Необходимость, чтобы люди умели читать и записывать какие-то законы, изучать это все, необходимость вести какие-то экономические сделки и учет определенный, оно, естественно, для развития прогресса крайне необходимо. Поэтому просто так хлопнуть в ладоши и сделать всех грамотными было невозможно. И для этого необходимы были школы и так далее, и так далее, и тому подобное. И вот в этом отношении, это, конечно, просвещение, это один из самых таких тоже важных моментов, которые, кстати, если мы возьмем именно этот период домонгольский, мы увидим расцвет библиотек, мы увидим расцвет огромное количество учителей, приезжающих учить боярских детей, потом церковно-приходские школы разных уровней, которые давали знания и умение писать и читать тысячам и тысячам людей. Это все будет утрачено в монгольский период. И если бы вот течение научной мысли и литературно-библиотечно-книжных знаний не было прервано и уничтожено в нашествии монголо-татарских орд, то, может быть, и история России пошла бы совершенно иным путем. Кстати, меня тоже всегда, вот удивляешься, читая статистику приблизительную, домонгольскую и послемонгольскую статистику, ну, это просто разгром, просто разгром. То есть, упадок, колоссальнейший упадок во всех сферах, экономической, научной, образовательной деятельности, полный, полный, конечно, упадок. Третий, четвертый пункт, который я хотел бы особо упомянуть. Мы должны с вами обратить внимание на то, что Константинопольская церковь оказалась агентом иностранного влияния. Жестким, очень своекорыстным и отнюдь не религиозным, а на самом деле политическим деятелем. Параллельно с образованием, с просвещением, с мудрыми письмами о духовном назидании духовенства, о борьбе с языческими кулачными боями и прочее, 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 мы видим огромнейший пласт клеветы на разных российских князей, попытки бесконечных раздоров, раздраев, натравливания один на другое, как вот по примеру Михаила, митрополита Киевского, который сам признается, что он стал причиной смуты, сам в своих письмах пишет, что да, он не сумел помирить князей, и раздор его чрезмерным оказался. Он хотел одного князя на другого натравить, а получилась массовая драка. И был отозван даже за это в Константинополь, поскольку это не входило в интересы императора и патриарха. Необходимо также заметить, что Константинопольская церковь находилась полностью под пятой императора и решала проблемы, интересы многих императоров, следовавших одного за другим, которые в зависимости от внутренней политической ситуации искали либо порабощение Руси, либо союзника, например, в борьбе против венгров или болгаров. Часто даже приглашали русских князей на соборы, съезды такие по поводу выделения России военных квот, вот как сейчас в НАТО, там 100 французов, 200 немцев, там бомбим Сирию. Точно так же это было и в те времена, и императоры обращались к российским князьям за помощью. Раздоры были не случайны. Именно желание ослабить политическую власть, желание того, чтобы один митрополит решал все вопросы и легко управлялся из Греции, приводило к тому, что русские митрополиты не попадали на престол, за исключением двух митрополитов в домонгольский период, и то, которые большими трудами русских князей, и одного утвердили, а другого так и не утвердили, большими трудами русских князей пробивались на эти должности. Все же русские епископы всячески затюкивались, убирались, для того, чтобы не мешали реализации греческих интересов. Тот же самый Лука Жидята, который был оклеветан и судим, и потом только уже оправдан перед самой смертью и по дороге скончался, как Ян Златоуст. Или, например, Климен Смолятич, которого такую клеветою, хотя Изяслав поставил его, но такую клеветою на него ополчилось духовенство, и константинопольские все послы, что ему бедному пришлось такую выдержать борьбу, что, естественно, человеческое здоровье выдержать такого не может. Или тот же самый епископ Феодор, которого мы обсуждали в истории с Андреем Боголюбским, которым просто оклеветанный человек, ни за что, ни про что. Вдобавок, еще это письмо, которое пишет после этого киевский митрополит, это просто вершина злобы и ненависти, это торжество злорадное, такое супер христианской любовью о Христе, что ты, падла, сдох, да, когда уже разнили, да, руки отрубили, и главное написано, что это сама Пресвятая Богородица с Иисусом Христом, вот его наказали, вот прям, Богородица отпиливала ноги, а Христос отрубовал руки, прям вот все по Божьему благословению, с такой любовью, прямо человек, прямо аж с таким торжеством, вот что, значит, наконец-то он там и сдох, и отрубили ему руки, и отрубили ему ноги, как будто, я не знаю, он хуже Батыя, хуже Чингисхана, и про Чингисхана, это про Батыя, язык бы так бы со страху не повернулся, повернулся написать. Их еще не было. Да, да, ну, не важно, какой-нибудь другой негодяй древний, а тут прям такое злорадство, прям, как будто, знаете, один директор супермаркета убил другого директора супермаркета, и теперь торжествует о том, что колбасу будут покупать только у него. Вот с этим злорадством, с такой ненавистью, да, это описывается, что видно, несомненно, как боялись усиления русского влияния, как боялись того, что мы будем самостоятельны, как боялись вот этого Владимира Суздальского княжества и Северного политического центра власти, как пытались гадости чинить сначала Долгорукому, а потом Андрею Боголюбскому, что только они пытались, как и добились его смерти, и прочее все остальное, это начиная с Изя... Ну, Изяслав дал пример, Изяслав показал, что можно попов гнать за шеи и поставить то, что надо для политических русских интересов. Но это закалило нас, это закалило, показало, что мы тоже можем быть политически сильными, не просто лопухами, которым греки будут на уши лапшу вешать, там о том, кого любит Пресвятая Богородица, кого не любят, они так прям все знают, хорошо, им все известно, а можем и сами действовать в своих интересах, в интересах своей государственности. На этом фоне еще одно буквальное слово. Я считаю, что именно вот эта греческая билиберда с бесконечными драками привела к тому, что мы не были готовы к монгольскому нашествию. Мы не были готовы, если бы были в каждой, допустим, и была выполнена воля Андрея Боголюбского и был бы митрополит в Суздале, например, или Владимире, совершенно подруга, было бы как в Новгороде, был бы второй Новгород, было. А так вот эти раздраи, которые сели попы между князьями, привели к тому, что мы вот так пришли, когда пришли монголы, то все, рязанский князь начал кричать, там просить, никто ему не пришел на помощь, потому что каждый свою отчину берег, каждый свое гнездо лелеял, каждый свою кафедру берег, а никто не пришел помогать, и всех пограбили. А если бы вот удалось, то, что хотел сделать Андрей Боголюбский, совершенно была бы другая ситуация, абсолютно было бы по-другому все. Поэтому, как наряду с положительными моментами, мы видим множество и отрицательных моментов. Ну, были же все-таки греческие митрополиты, которые внесли нормальный положительный вклад. Да, несомненно. И, кстати, вот вы очень верно заметили, обычно после того, когда они устраивали смуту, самую настоящую смуту, о которой мы в прошлый раз говорили, между князьями продолжалась, на протяжении сорока лет там в Киеве каждые три месяца новый князь сидел, они, это они, все митрополиты, благодаря их трудам было все устроено. Но сразу после того, как Михаил уехал, митрополит, устроивший вот эту всю заваруху, приехал следующий митрополит, который уже получил указание от, хотел сказать, от Папы Римского, получил указание от Константинопольского патриарха и от императора, усмирить это все дело. И пристали такого человека, который уже не занимался политическими дрязгами, а написал правилом, это Михаил вот тоже третий, и Кирилл Первый, написал, Кирилл Первый вообще получил титул блаженного, помните мы с вами? Годы больше, поговорите про это. Ну, здесь много разных есть моментов, вот, например... Между прочим. Да, ну вот, мне очень нравится хороший и исторически так подтвержденный момент, это Кирилл Первый блаженный, митрополит, патриарх. Герман поставил его в такое время, когда очень было необходимо России такое умиротворение. Руси. Руси, да. Значит, это 1124 год, и первое его дело, которое он сделал, приехав на Русь, он написал правила о том, как должно себя вести священнику, и каким миролюбивым, добрым, честным должен быть князь. Вот это не зря, вы знаете, когда он уже скончался, ему единственному, единственному из всех греческих, домонгольских митрополитов усвоилось прозвище Блаженный. Вы знаете, вот в церкви всегда так было, если какой чмушник, то его называли, вот, например, Феофил, который судил Иоанна Златоустова, за ним закрепилась кличка Волк. Феофил Волк, так и называют его до сих пор. А вот таких святителей, которые были человеколюбивыми и добрыми людьми, вот смотрите, Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, а вот наши все идут, Михаил Первый, Михаил Второй, Михаил Третий, ничего, они, кроме раздоров между князьями, они ничего не оставили. И вдруг среди них Кирилл Первый, Блаженный. Он, значит, был хороший человек. То есть, ему осталась добрая память народе. И более того, он еще также собрал, он первый стал делать, до него, митрополиты практически этого не делали. Они правили Константинопольской властью. Стукнул кулаком, и все. А здесь, смотрите, в 1227 году собор во Владимире собирает, и не стесняется во Владимире собрать собор. Не в Киеве, а во Владимире. То есть, он беспокоится о своей пастве, о том, что это, хоть и не боится, что там даст личные очки. Тогда еще Владимир не вошел в такой конфликт Киева. Ну да, да, да. Потом собирает собор по поводу назначения на кафедры архиереев, выясняет мнение, не просто считает, что он все знает, и ему все известно, а считает необходимым советоваться со своей паствой, советоваться со своим духовенством. Вот, поэтому, конечно, несомненно, были и хорошие черты, и, несомненно, было поучение к монашеству к иночествующим. Вот, кстати, мы говорили с вами об этом. Я буквально два слова, потому что вы уйдете. Я просто уточню. Это еще замечательный пример того, когда в истории попадается вот такой хороший митрополит, хороший, грамотный, добрый, как вы говорите, блаженный, и в то же время замечательный князь в это время правил на Руси. Это время правления Мстислава Великого, сына Владимира Мономаха. Недаром годы его правления, ну, последние годы Владимира Мономаха и годы Мстислава Великого считается вот прямо золотой осенью Киевской Руси. Вот прямо вот расцвет ее, полный расцвет. Вот посмотрите. Это как раз соединение власти духовной, власти политической. Вот что иного. Ну, здесь прямо в действительности так и есть. Два великих человека. Да, и вот следующий как раз сразу митрополит, пришедший после него Иосиф, в 1936-1940 годы, это как раз вот уже вот самое тоже окончание этой осени перед Монгольской. Что получилось? Получилась интересная вещь. Он делает новые кафедры, он ставит новых епископов, он уже не пытается как бы удержать только греческую власть в греческих руках. Ну, еще одно замечание, которое я немножко пропустил, это то, что я хотел сказать, что греческое духовенство противилось всему русскому. Греческое духовенство пыталось всеми силами, всеми способами всех русских священников, епископов все-все убирать. Вот кого Климин Смолятич поставил епископами, следующий приехавший митрополит всех убрал. Всех убрал, это Михаил как раз был, который устроил раздор, колоссальнейший раздор, и беглые эти архиереи, беглые священники. Это времена Низислава Мстиславича. Да, да, заполнили все пределы Древней Руси, бегали, все прятались. Вот, и само течение русской истории, оно часто прерывалось вот этим вторжением иностранного влияния с точки зрения всяких всевозможнейших доносов, всевозможнейших клевет, которые посылались на разбор константин русскому патриарху, и те часто даже не знали, какое решение принять, по какому данному вопросу. Так что, это то, что я считаю необходимым, вот такой вывод сделать до Монгольской Руси. Ну, а также хотелось бы еще пару слов сказать о взаимоотношении с князьями. Значит, два момента прослеживаются здесь. Либо вот такая жесткая линия, как у Мстислава или Изослава или Андрея Боголюбского, которые ставили своим, распоряжениями епископов, митрополитов и заставляли их действовать в интересах Руси. И те были вынуждены либо быть изгнанными, либо выполнять то, что им от них требовал князь. И вторая сторона, вторая речка, второй приток этого мощного потока, это пользование митрополитами лествичного права, когда они раззадоривали одного на другого. То есть, ты старше, ты должен княжить и там, ты должен править и там. Вот эти разговоры, они провоцировали бесконечную грызню, она и сама по себе природна была, а это еще добавок, маслица немножко в огонек такой, по поводу того, чтобы бесконечными раздорами можно было править. Я вам открою маленький такой секрет. Дело в том, что у князей до всего руки не доходили. То есть, представьте себе, война, нашествие каких-нибудь там половцев или еще что-нибудь, и князь был в вечных походах. Всегда вместо князя правил епископ. Епископ оставалось как вот, знаете, как надзорщиком. Не зря, кстати, еще епископ переводится надзиратель. Это надзиратель. То есть, он должен надзирать. Вот ушел князь, он должен надзирать. Или игумены монастырей. Игумены монастырей вообще на огромных территориях, где не было прямо вот князя, они что были? Они были судьями игумены и были управляющими данных территорий. Например, вот мы говорили с вами о северных русских монастырях, как раз это вот Валаан, например, в то время уже процветающий монастырь. Ну и первая, конечно, Киево-Печерская Лавра, они управляли огромными территориями. Огромнейшими. монастырь. Нет, уже Лавра. Лавра, это же мы в прошлый раз с вами приехали, да, сейчас не помню уже с какого года точно, но приехал, торжества прям целые устроил. Ну, Это после Поликарпа, ну, не после, а вот именно Поликарпа возвели в первые архимандриты. после того, как за неправду митрополичью Андрей Боголюбский разграбил Киев, вот сразу нуль, дали ему титул, Лавра объявили, и все, ну, чтобы еще больше как бы откупиться от своих прежних грехов и расширить влияние монастырской. И восстановить немного влияние Киева. Конечно, конечно, конечно. И уже это сначала Ян IV, первый, приехал с титулом киевские всея Руси, и затем вот уже митрополиты, уже митрополит Иосиф и Кирилл I их тоже титулуют уже митрополитами всея Руси, потому что как бы хотели придать вес митрополиту, что он объединитель всех земель. Не просто киевский, а уже вот такой вот он все русские земли объединяет вокруг себя. Ну и что еще важный момент, пользуясь вот своей властью, блаженные митрополиты хорошие, они, конечно, были, не гнобили крестьян и не обирали их. И еще мы вспомним с вами смуту, которую устроил как раз тот же самый Михаил II, что было сделано каждый престол, каждый там поп, все было обложено огромными налогами, из-за чего поднимались даже целые бунты, целые народные восстания по этому поводу поднимались. Поэтому эти митрополиты, они, ну тоже митрополитов можно тоже разделить на две такие два потока, это бескорыстные ради Христа служившие народу и другие, которые приезжали просто собирать конкретно деньги, деньги в огромных количествах и для своих интересов. Да, еще, кстати, была мода ставить своих родственников, то есть какие-то племянники там занимали соседние архиерейские кафедры и были наместниками монастырей и тому подобное. То есть такое местничество и родство, свойство и сестричество. То есть даже дети-сестеры то умудрялись найти себе где-нибудь кормушку там и теплое местечко возле дяди, который занял Киевский престол. Вот это вот как бы мой такой взгляд на экскурс предмонгольскую историю древней Руси. Ну ладно. Очень такой взгляд у вас светлый такой. Спасибо. такой смотрящий на то, что Русь такая была вся. Вот прям государство государство. Если бы не такие злобные коварные некоторые митрополиты и татаро-монголы, то прямо процветали бы, прямо процветали. Это хорошо. Пусть эта точка зрения существует. Я просто немножко тогда как бы ставлю несколько слов по поводу того, над чем сейчас работает историческая наука. Различные школы, но их можно как бы в одном направлении каком-то несколько слов сказать. Значит, во-первых, что бы хотел сказать первое. Что такое была Древняя Русь. Даже государственным образованием его назвать затрудняются историки. Это протогосударственное образование. Его исключительность и отличие от других европейских, малоазиатских, азиатских и других государственных образований было в том, что у нас на Руси во время принятия христианства была родоплеменная система. То есть это было по цивилизационному такому курсу одно из самых таких еще догосударственных форм образования. То есть родоплеменная система, где правили роды и племена. И недаром Древнюю Русь объединила единая фамилия единых князей Рюриковичей, которые практически Древняя Русь была их единым полем действия. То есть Рюриковичи на ней просто вели себя как хозяева. Пахали и сеяли. Они практически разделили между собой ружь. Пришли и начали плодиться и размножаться с усиленной скоростью. Да так, что потом на них стало на всех быстро не хватать этой земли и подчиненных и денег и начался раздрай. Сюда влились дрязги от греческих различных митрополитов священников и так далее. Единственное, мы отмечали это, но любой найдет в исторических справочниках различных. Единственное, что не принадлежало Рюриковичем это Полоцк. Значит, Полоцк шел своей дорогой. Честно говоря, когда белорусы говорят, что у них свой исторический путь, то они правы. Они правы. Они шли от Рога Володовичей, то есть Рюриковичей и Рога Володовичей. Рога Володовичей были в небольшом Полоцке, а Рюриковичей забрали всю остальную родоплеменную систему Древней Руси. Вот это первый момент, который такой интересный. Почему и вечевое правление на Руси было очень долго и очень значимо по всем городам. Потому что в этих протогосударственных образованиях вечевые структуры, то есть те, на которых как-то народ, бояре и все социальные элементы могли между собой хоть в чем-то договориться. Высказать мнение. Высказать мнение. Над ним потом стали князья. Потом после крещения Руси встали еще и епископы. Посмотрите, какое колоссальное влияние имел епископ в Новгороде, которого предлагала Вече выбрать. утверждали в митрополии Киевской. Но епископ в Новгороде играл колоссальную роль. Финансами владел всего город. Опять же подтверждение Новгорода. Где был епископ свой, там и не пограбили татары. Не в этом дело. До татар мы дойдем. Может быть, даже интересно поспорим. Второй момент, который я бы хотел отметить. Почему? Нет, ну вот эта система племенных отношений, объединенных князьями, а затем и христианством, она в общем-то дала такой положительный скачок вот этим племенам восточнославянским. Очень положительный. И они смогли даже объединиться в единых интересах и начали называть себя русскими. Древние люди называли себя русы, руси, боголюбский к чему стремился. И так и пишется слово о полку Игорь русские земли. Значит все это понятно, что это было единое цивилизационное такое вырабатывалось поле. Второе сквозь тернии к звездам. Сквозь тернии к звездам. Но это поле как я уже отметил вот этими княжескими вдруг возникшими дрязгами начало дробиться. Не будем останавливаться, но оно начало дробиться. К 12 веку оно уже кипело между усобицей, между именно князьями, родственниками. В этом отношении было понятно совершенно абсолютно такая ну как сказать картина реальная картина того объективная картина того, что вот эта древняя Русь развалится развалится и прекратит свое существование как вот это единое поле. К этому все и шло. Но при работе вот таких систем разваливающихся но в то же время чем-то объединенных есть один такой маленький момент. это отмечают даже люди которые занимаются математикой философией если система уже в чем-то объединенная развалилась то она потом будет стремиться опять к какому-то объединению. Типа Советского Союза? Много очень примеров. И Древняя Русь явилась не исключением. Вот на этом фоне как раз возникло усиление Суздальщика ростовских земель. Когда там все развалилось. Когда там в Киеве уже не могли найти между собой разлад. Когда там то бояре то вече то народные там бунты скидывают то одного князя то другого. не было там вообще порядка. После этого Андрей Боголюбский делает шаг который сказал вы мне надоели все я буду создавать свою. И вот вокруг этого вот северного вот этого рычага власти вдруг началось опять снова объединение. То есть началось снова собирание. И вот на этом моменте как раз вот на этом собирании возможно там же пошел потом и сел большое гнездо который продолжил вот эту работу Андрея Боголюбского по объединению. Правда после его смерти снова его сыновья не нашли между собой лада. потом в конце концов как-то между собой все-таки договорились. и и вот в этот момент пришла вот эта татаро-монгольская сила которая ударила и явилась тоже таким объективным продолжением вот этого исторического процесса потому что вот этот раздрай практически она прекратила я хотел сказать буквально последние слова сегодняшней нашей передаче скажу вам что фактор единого мощного внешнего врага это прекрасный стимул для объединения к сожалению он тогда не сыграл я имею ввиду уже когда оно заканчивалось не сразу когда оно пришло когда оно пришло никто ничего не понял когда оно пришло поняли наверное знаете как будто половцы напали как будто вы думаете кто-то осознал это это была как раз инерция я вот буквально вот тоже вот когда Гитлер все это затевал непонятно было вообще что будет то есть воспринималось как-то так советские республики они именно объединились в этом а здесь вот тоже когда монголы пришли такого мощного врага такого хитрого врага мы не знали не понимали пришли половцы пограбили Рязани разорили такие же азиаты пришли и уйдут а тут а тут оказалась государственная система на высочайшем уровне орда это не просто они же от китайцев переняли как вот эту всю законодательную систему Китай завоевал на высочайшем уровне все ладно мы к этому придем но я к чему там была еще инерция именно вот этих княжеских межкняжеских грязг даже при битве на Калке это было видно значит когда вот эти вот южные князья смогли еще как-то объединиться ну даже и в бою они между собой раздраивали из-за этого они проиграли этим хотя а те сделали проверку боем а те сделали проверку боем но в это время Владимирский элитописец пишет да слава богу что мы в этом не участвовали представляете и вот историки кто-то возмущается какой он такой нехороший как это так кто-то говорит это объективная реальность того времени что Владимирская Русь тогда просто так посмотрела ну они сделали вид что мы полки тут собираем вот пошлем но они не дошли а подумали ну их пограбят они слабее станут а нам лучше а летописец пишет а слава богу что мы в этом не участвуем в безобразии но все равно фактор общего единого мощного врага это как раз стимул пусть он и шел сотни лет но для объединения была база все-таки древняя Русь создала базу для того чтобы эти огромные земли все-таки объединились в едином потом государственном целом и еще один момент я бы хотел отметить вот чем мне лично интересен 12 век сегодня такая ситуация что мы видим насколько происходят противоречивые процессы именно внутри современной истории внутри современной и негрополитической ситуации между Россией и образовавшейся государственном названии Украиной СНГ вообще все Украиной я хочу именно Грузия тоже похожа потому что Древняя Русь это мне кажется это как раз идеологическая база для того чтобы понять как вот эти вот земли друг от друга разошлись несомненно конечно это 12 век именно деятельность Юрия Долгорукова который создал мощное вот этот Ростово-Суздальское княжество именно деятельность Андрея Боголюбского попытка своего митрополита который просто призрел этот он же когда разгромил Киев в 1169 году он даже сделал такой шаг он в противовес этой листвичной системе которая требовала на Киеве самого старшего князя он им поставил самого младшего своего брата такое презрение Киева и абсолютно понятно что те земли которые жили вот таким вечевым и уже тогда майданным правом когда они выкидывали кого хотели через это самое они резко стали отрицательно относиться к этим Ростово-Суздальским землям и наоборот вот это нагнетание сквозь века вот это противоречие пошло я бы его отметил потому что мы еще неоднократно я думаю вы правы и вот эти вот такие камушки подводные заложены еще в те исторические периоды они даже сейчас нам откликаются опять противостояние какие-то возможности и причем смотрите как интересно когда появляется возможность кланяться какому-то другому богу ну я имею ввиду там американскому например или денежному то сразу возникает попытка проверки вот этого союза единения славянских народов можно ли там кому-то другому поклониться и там лучше будет и новое правительство потом этого князя убирают и все говорят да сколько же мы будем это терпеть и опять внутренняя вот эта кровь общая народная она опять ищет объединение и все эти уходят в прошлое с именем иуды предателей а новая наступает эпоха когда все объединяется и показывает свою внутреннюю силу для того чтобы вновь опять срастись и быть единым народом единой державой еще один момент хорошо вы мне сейчас напомнили который просто не могу не отметить дело в том что еще здесь есть в 12 веке как раз причина того что вот московская и впоследствии российская государственность стала вот такой центростремительной объединяющей государственно-державной это именно как раз последствия того что формировалось в 12 веке в том числе Владимиром Монома да и Юрием Долгоруким в конце концов который взял эту область в свои крепкие руки потом не Владимиром Мономаховым извиняюсь Юрием Долгоруким Андреем Боголюбским и Всеволодом Большое Гнездо это как раз вот эта вот центростремительность тогда и зарождалась в то время из южных земель которые были все в дрязгах я еще раз повторяю люди которые почувствовали что на севере создается мощная сила они пошли к северо-суздальским князьям именно из Киевской Руси абсолютно верно им давали земли их брали под защиту и тогда именно в то время начало формироваться вот в этих вот землях все в суздальско-ростовских владимирских и затем московских определенный менталитет у людей которые верили в своего господина князя как его называют ну будем говорить как отца народа как отца народа которые верили именно в князя и вот это вот надеялись да надеялись на него но он действительно давал защиту на его суд на его защиту действительно на его правду так и было и все вот большое гнездо это развил такое государственное дело правильно правильно и сделал и поэтому в то время уже на вот эту вот северную Русь начали смотреть довольно-таки уважительно в том числе и Галич конечно и Полоц если уже присылают архиереев и кланяются потому что почувствовали что там власть не даром что Андрей Боголевский сдружил с Барбароссой значит тот ему присылал итальянских мастеров для работы то есть это очень важная вещь тоже конечно несомненно мы должны еще другое еще один момент упомянуть дело в том что я не говорю о чем-то стопроцентном я говорю о слиянии многочисленных факторов которые привели к определенным историческим событиям я не говорю мы просто отмечаем моменты которые действительно есть что они именно виноваты в том раздрае и всем но вот мы как раз с вами заметили вот смотрите как преодолевает этот раздрай Владимира Суздерска своего епископа поставят а эти друг на дружку пишут жалобы Константиноповскому патриарху режут друг дружку душат и все поэтому еще кроме того понимаете еще в чем была мощность вот этого поповского влияния грамотность писать умели писать всякие бумаги все другие а эти писали 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 и писали летописи письма кляузы и все все грамотность она дает большое преимущество понимаете те могли только с дубинами там что-то а эти писали письма письма писали еще один момент мы с вами не рассмотрели по этому поводу а ведь древняя Русь это было единственное вот в этом греческом поле такое протогосударство которое приняло христианство но со своим языком ну да но не единственное еще болгары были там и прочее но болгары сербы но со своим но вот именно будем говорить славяне приняли со своим языком и это ведь неоднозначно конечно греческой патриархат относился вы правильно говорили они их и боялись и пытались притянуть на свою сторону и где-то пытались чем-то наказать ну а потом когда им давали по шапке опять начали бояться например вот как раз патриарх Герман пишет императору Мануилу что значит ростовское княжество стало нашим греческим то есть на гречи и на греческом языке служат и их так возмущали потом что Владимирско Суздальская Русь что-то хочет свое они так возмущались они вечно пишут о своем исконном праве что все им принадлежит больше никому я про что запад в том числе и византии приватизация божественная но смотрела на Русь на восточных слоян как на какую-то какую-то такую далекую действительно странную берлогу из которой надо только деньги тащить лакомый кусок лакомый кусок а Русь в это время шла своим путем естественно и правильно и правильно делали мы еще один момент не рассмотрели может быть плохо конечно что Русь не вошла в эту науку средневековую что не имела латыни и греческого языка может быть плохо это в чем-то тормознуло но то что мы пошли своим путем и дало нам вот эту возможность историческую так сильно развиться мы еще один маленький такой он на самом деле очень немаленький момент не рассмотрели это крестьянство то есть само хозяйство вот которое было основой всего сам этот кусок хлеба который потом делили митрополиты архивейцы если бы они люди не пахали землю делить бы было просто нечего сахой да торговый путь который происходил из варяг в греки в это время через эти территории и по Волге и по Днепру и не рассмотрели вот это само крестьянскую форму хозяйственную ну вот мы сейчас вот буквально тоже пару слов вот как раз где был раздрай южные князя и плодородные земли там крестьяне попали ну не общины попали в полное зависимость то есть полное рабовладельческое уже можно сказать состояние рабовладельческое было да торговля рабовладельческая а вот северные территории Новгород и Владимиросуздальские земли они были меньше почему там не так урожаи хорошо родят и много было ловили рыбу другие промыслы были и уже было более нет нет там есть такая вещь как Суздальское Аполье которая огромное огромное поле которое кормило не только вот эти земли еще и Новгород ну Новгороду вообще сложно было сельским хозяйством заниматься за такими лесными массивами отделенными от половцев от степи от всего вот это было Суздальское поле вот это было где было плодородное более-менее но погода конечно погода да но все же вот пройдя своим путем пройдя сквозь столько исторических испытаний сейчас мы видим как Русь приближается к монголо-татарскому нашествию и будем дальше рассматривать что же привнесла Орда в историю славян спасибо всем кто нас имел возможность слушать и терпение спасибо вам до свидания